Всем привет, призыватели! И сегодня мы подготовили для вас гайд на Ренату Глазк. Поехали! Начинаем с её умений. Пассивное умение Ренаты – это рычаг давления. Автоатаки помечают врагов и наносят дополнительный урон. Помеченная цель получает больше урона от союзников, и каждая успешная их атака снимает метку. Подробное описание вы сможете увидеть на ваших экранах. Следующее умение – это кушка. Рукопожатие. Рената Глазк выпускает из своей механической руки снаряд, который обездвиживает первого пораженного врага. При повторном применении она отбрасывает этого бойца в выбранном направлении, нанося урон всем, с кем он сталкивается, и оглушая, если отброшенная цель – это чемпион. Далее – антикризисные меры. Вэшка. Рената Глазк усиливает себя или союзного чемпиона, повышая скорость атаки и скорость передвижения при перемещении к врагам. И сила эффекта постепенно растет. Если союзник участвует в убийстве вражеского чемпиона, действие усиления продлевается. Если союзник погибает, когда активны антикризисные меры, его здоровье восстанавливается до максимума, но он воспламеняется и полностью сгорает за 3 секунды. Но горение можно остановить, приняв участие в убийстве чемпиона. Следующее умение – это программа лояльности. Ешка. Рената Глазк выпускает химтековые ракеты. Они накладывают щит на задетых союзников, а врагов замедляют и наносят им урон. Пролетев максимальное расстояние, ракеты взрываются, накладывая эффекты на всех вокруг. Кроме того, они накладывают эффекты на бойцов вокруг Ренаты во время применения умения. И, наконец, ее ультимейт – смена руководства. Рената Глазк выпускает облако химикатов, которое накладывает бешенство на пораженных врагов, повышая их скорость атаки и заставляя атаковать всех вокруг. В первую очередь взбешенные противники атакуют своих союзников, затем нейтральных бойцов, потом команду Ренаты, а после и саму Ренату. Далее поговорим о экипировке Ренаты. И сразу хочется сказать, что она является самым сложным чемпионом поддержки. Навыки настолько сильно отличаются от других чемпионов на этой роли, что можно описать их разницу как небо и земля. Обратите внимание, играя за Ренату, что ее умения имеют длительное КД и вам нужно продумывать, как лучше использовать умения в той или иной ситуации. И очень важный момент в ее геймплее это позиционирование. Вам нужно постоянно следить, где вы находитесь и выбирать лучшую позицию. Имея отличную позицию для использования ультимейта, вам нужно не забывать, что он летит медленно и от него легко уклониться. И перед тем, как мы пойдем дальше, хочется сказать, что Рената попадает на серверы с очень низким процентом побед. Просто игрокам нужно время, чтобы играя за Ренату, начать показывать что-то хорошее. Теперь поговорим о начале игры. Умения Ренаты хоть и очень сильные, но имеют большое КД. Ее Ешка дает максимум вашего присутствия на линии. Это, так сказать, ваше основное умение, как, например, Вэшка у нами. Благодаря этому умению, Рената сможет блокировать урон, который противник пытается ей нанести, а также постоянно поукать его. Рената является чародеем-саппортом. Она способна наносить много урона и, как Леона, давать очень сильный контроль, а в командных боях, благодаря своей ульте, она может перевернуть исход сражения. Во время стадии лайнинга старайтесь оставлять умения Кушки на случай, когда нужно сделать сейв либо себя, либо вашего кэри, и тем самым выйти из боя. И напоследок несколько советов для игры в команде. Рената имеет возможность очень серьезно влиять на тимфайты, но чтобы она могла это делать, нужно очень хорошо понимать набор ее умений. Помимо всего вышесказанного, особенности Ренаты имеют ближний радиус действия, и вам нужно постоянно находиться рядом с противником. Соответственно, вам нужно стараться использовать пассивку по максимуму. Далее вам будет предоставлен набор рун и предметов, которые вы сможете увидеть на своих экранах. А на этом наше видео подошло к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и сжать на колокол. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.